Здравствуйте, уважаемые зрители! В сегодняшнем видео речь пойдет о генерале Красной Армии, сыгравшем свою роль в ходе Великой Отечественной войны. И хоть он не стал маршалом бронетанковых войск, заслуги Ефима Григорьевича Пушкина перед Родиной Велики. Войну наш герой начал еще в июне 1941 года под Львовом, командуя 32-й танковой дивизией. В этих неравных боях наши танкисты будут героически сражаться, сдерживая врага и нанося ему существенный урон. Кто-то скажет, автор, ну и что? У нас же было множество танков, какой такой неравный бой? Да это так, и нет одновременно. Не было ни одного боя, где бы Красная Армия превосходила врага по количеству стволов. Конкретное время в конкретном месте. Наши танковые соединения вступали в бой по частям. И порой без пехотного прикрытия. Про поддержку с воздуха я даже говорить не буду. В итоге большая часть техники была потеряна не в боях, а на марше. Из-за поломок и нехватки топлива. А кино и фотохроника врага того времени яркое подтверждение тому. Эвакуировать эти танки было невозможно в той ситуации. Кстати, немцы также будут бросать свои машины в 1944-м. Правда, это будут уже «Тигры» и «Пантеры», на производство которых уходило много сил и средств Третьего Рейха. В конце августа 1941 года Пушкин, командуя 8-й танковой дивизией, сможет организовать танковый погром немцам под Днепропетровском. Рассчитав место основного удара, он расставит орудие и технику в форме мешка, тщательно замаскировав их. И когда рыло бронированной свиньи, состоящее из танков ПЗ-4 и ПЗ-3, вклинится на достаточную глубину, будет открыть губительный огонь, стоивший немцам нескольких десятков машин. И на этом все не закончилось. Танковые бои под Днепропетровском шли с 19 по 25 августа 1941 года, и враг в них потерял до 100 единиц бронетехники. За эти бои в ноябре 1941 года Пушкин был удостоен звания Героя Советского Союза. 12 апреля 1942 года Ефима Григорьевича назначат командующим 23-м танковым корпусом. С ним он примет участие в июльских боях в составе Юго-Западного фронта. Далее он заместитель командующего этим фронтом по танковым войскам. Затем заместитель командующего 4-й танковой армии. И чуть позже 65-й армии по танковым частям. А в октябре 1942 года вновь возглавляет свой 23-й танковый корпус. Далее было участие в зимних боях 1943 года. Затем летом схватка на Милус-фронте в июле 1943 года. Где на плацдарме наши войска сокрушат переброшенные дивизии СС из-под Курска. После было освобождение восточного Приднепровья. А именно Нижнеднепровская, Запорожская и Мелитопольская наступательные операции. Красной армии осени 1943 года. Именно танки Пушкина первыми ворвались в Запорожье с юга. И способствовали освобождению этого ключевого города. Последней стала для Пушкина Березнеговато-Снегиревская наступательная операция. В ходе которой была окружена 6-я армия Холитта. Прорываясь из котла, враг побросал множество техники. Одних танков и САУ им было потеряно около 500 единиц. А 9-я танковая и 16-я моторизованная дивизии попросту перестали существовать. Кстати, наступление осуществлялось в половоде по непровазной грязи. 11 марта 1944 года в ходе воздушного налета Ефим Григорьевич был смертельно ранен. А на этом у меня все. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания.